С возрастом и вследствие заболеваний органов пищеварения и печени ухудшается всасываемость кальция в тонком кишечнике. Из поступающего с пищей кальция у взрослого человека в кишечнике всасывается меньше половины, теряется кальций и с потом. Также при недостатке магния и других минералов кальций вымывается из костей, оседает в почках и мышцах. И это еще не все. Для строительства и сохранения костной ткани большую роль играет и витамин D. Он абсорбирует кальций в кишечнике, то есть выполняет важную функцию в развитии костной системы человека. То есть, учитывая все вышесказанное, важно позаботиться о том, чтобы создать благоприятные условия для всасывания кальция и его дальнейшего усвоения. Какие витамины и минералы влияют на усвоение кальция? Их много, но вот основные, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. 1. Наличие витамина D. Без него кальций, поступающий хоть с продуктами питания, хоть в составе добавки, просто не будет всасываться в просвете кишечника. 2. Наличие минералов. Для понимания сложных процессов обмена кальция часто используют понятие коллагеновая сетка. Это своеобразный скелет самой кости, ее внутренняя структура, состоящая из коллагеновых нитей, которые формируют основу костной ткани. Чтобы поддержать процессы формирования коллагеновой сетки, препятствующие вымыванию кальция, должны присутствовать и другие минералы – медь, цинк, магний и марганец. Таким образом, для эффективного усвоения кальция должны присутствовать витамин D и минералы – медь, цинк, магний и марганец. В какое время кальций усваивается лучше всего? Специалисты рекомендуют принимать кальций вечером после еды. Это непростая выдумка, все объясняется наукой. Ученые проводили исследования биологического ритма человеческого организма. Оказывается, в полдень организм потребляет минимальное количество кальция, а ночью – максимальное. Если верить ученым, то предпочтительнее употреблять продукты, содержащие кальций, на ужин или даже перед сном. Однако, по нашему мнению, восполнять потребность кальция можно в течение всего дня. В каких продуктах больше всего кальция? Для начала запомните. Суточная норма кальция для большинства людей составляет 1000 мг в день. Для женщины в менопаузе специалисты рекомендуют повысить количество кальция до 1200 мг. Больше всего кальция содержится в твердых сортах сыра и в неочищенном кунжуте. Относительно сыра будьте осторожны, так как большинство сортов содержат много жира и много соли, плюс вредные добавки. При этом, если вы все равно намерены употреблять сыр, то отдавайте предпочтение мягким, нежирным и несоленым сортам. Теперь относительно кунжута. В интернет есть много неточной информации о кунжуте и содержании в нем кальция. Есть один момент, о котором нужно знать. Основная масса кальция находится в оболочках семян кунжута, в то время как в самих зернах этого элемента совсем немного. Поэтому белый очищенный кунжут, который чаще всего можно встретить в магазинах, практически бесполезен как источник кальция. Если хотите употреблять кунжут для пополнения количества кальция в организме, ищите неочищенные семечки. Обычно они выглядят значительно темнее, а на упаковках стоят соответствующие пометки. Значительное количество кальция содержится в молочных продуктах, сливках, твороге, сыре, молоке. При этом лучше всего кальций усваивается из обычного пастеризованного молока и кисломолочных продуктов. Мы рекомендуем для восполнения кальция кушать творог. Следите, чтобы творог был мягким, а не жестким. Если творог мягкий, это означает, что его не подвергали излишнему температурному воздействию, и он легче усваивается. В меньших концентрациях по сравнению с молочными продуктами кальций присутствует в огородной зелени, петрушка, шпинат, сельдерей, салат, овощах, бобы, фасоль, брокколи, цветная капуста, редис, орехах, фруктах и ягодах, абрикосы, смородины, виноград, апельсины, ананасы и другие. Усвоение кальция из растительных продуктов тоже зависит от температурных условий приготовления. Например, опытным путем выявлено, что сторонники сыроедения реже страдают от остеопороза, артроза, радикулита и других проблем с костями и суставами, поскольку не подвергают овощи и фрукты тепловой обработке, а значит получают больше кальция. Секрет здесь тот же. При продолжительном нагревании в овощах, фруктах и зелени разрушаются многие витамины, минералы и соединения, которые влияют на качественное усвоение кальция. Вывод прост. Старайтесь есть больше сырой растительной пищи для получения не только кальция, но и других необходимых витаминов и минералов. С кальцием немного разобрались. И теперь поговорим о витаминах и минералах, которые способствуют всасыванию и усвоению кальция. Где брать витамин D? Из продукта витамин D получить не так просто, однако он вырабатывается под действием солнечных лучей. Если есть такая возможность, чаще гуляйте на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны, предпочтительно в утренние часы до 11.00. Нахождение на солнце от 10 до 60 минут способствует выработке этого витамина. При этом, чем больше прямых солнечных лучей попадает на открытые участки тела, тем быстрее и больше организм выделит витамина D. Однако, что делать в условиях осени и зимы или когда не получается ежедневно бывать на солнце? Мы выбрали 5 продуктов, которые несложно купить в торговой сети. Напомним, что суточная норма витамина D от 5 до 15 микрограмм, в зависимости от возраста. На экране вы видите таблицу с названием продуктов, количеством витамина D в 100 граммах продукта и процентном суточной нормы. Я перечислю только названия, а если вас интересуют цифры, они отображены на экране. Топ продуктов с большим содержанием витамина D. На пятом месте яичный желток куриный. На четвертом месте скумбрия атлантическая. На третьем месте сельдь атлантическая жирная. На втором месте печень трески, консервы. И на первом месте рыбий жир. То есть, съедая всего пару кусочков сельди или выпивая чайную ложку рыбьего жира, вы обеспечите организм нужным количеством витамина D. Конечно, это при условии, что этот витамин у вас нормально синтезируется. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, тогда вам придется дополнительно принимать данный витамин в виде БАДов. Это нужно делать осторожно и не превышать рекомендуемых производителем дозировок, так как излишек витамина D накапливается в организме и может оказать негативное влияние на здоровье. Следуем далее. Где взять медь, цинк, магний и марганец? Согласно нашим наблюдениям, данных минералов много в семечках, орехах и морских водорослях. Только используйте сырые семена и следите, чтобы они были хорошо вымыты перед употреблением, а лучше замочены в воде. Замачивать орехи и семена можно в стакане с чистой водой примерно на сутки. Подробнее о замачивании семян вы можете узнать в интернет или пишите нам в комментариях и мы ответим. Смотрим на экран и запоминаем. Где много меди? На пятом месте маг, семя. На четвертом месте подсолнечник, семечки. На третьем месте орехи кешью. На втором месте спирулина сухая. На первом месте печень, трески, консервы. Немного практики. Если вы планируете скушать творог, то обязательно добавьте к нему горсть семян и орешков. Так вы поможете кальцию усвоиться лучше. Еще один из вариантов. Вы можете скушать на ужин кусочек печени, трески или добавить в салат спирулину. А перед сном скушать нужное вам количество творога. Это также поможет всасыванию и усвоению кальция. Далее, где много цинка. Напомню, что на экране вы видите таблицу с названием продуктов и процентом суточной нормы. Я озвучу только названия, а если вас интересуют цифры, они отображены на экране. На пятом месте тыквенные семечки. На четвертом месте морская капуста ламинария. На третьем месте кунжут семена. На втором месте маслята. На первом месте устрицы. Принцип тот же, что я озвучивала выше. Добавляйте эти продукты в рацион в нужном для вас количестве и кальций будет усваиваться. Теперь вот какие продукты содержат много магния. Пятое место миндаль жареный. Четвертое место кунжут семена. Третье место тыквенные семечки. Второе место морские водоросли агар сушеные. На первом месте морская капуста ламинария. И наконец, вот какие продукты содержат много марганца. На пятом месте овсяная крупа. На четвертом месте фундук жареный. На третьем месте фундук. На втором месте мак семя. И первое место манго сушеное. Итак, кушайте молочные и кисломолочные продукты, а вместе с ними употребляйте продукты, содержащие витамин D и минералы. Медь, цинк, магний и марганец. Продукты с кальцием и дополнительные продукты можно употреблять одновременно или по отдельности. В случае раздельного употребления, сначала скушайте дополнительные продукты, а затем носители кальция. Так кальций усвоится лучше. То есть, на полудник или ужин скушайте орешки или рыбу, а на ночь выпейте кефир или съешьте творог. Если у вас будут вопросы по теме, пишите в комментариях и мы ответим.